35 человек на сапсёрфах добрались до рыбацкой деревни по воде. Весь путь туда и обратно занял два часа, при этом плыли грибцы не по прямой. И само путешествие всем понравилось. Пришла идея еще давно. Я понял, что будет большой разлив и захотел это все прочувствовать на себе. Поплавать, посмотреть красоты наши. И так совпало, что мы все списались, созвонились и получилась большая дружная компания для этого дела. Таким составом сезон сапсёрфинга в Рязани и открыли. А кто-то и купальный, благо вода была теплой. Конечно, сам сапсёрфинг купания не предусматривает. Этот вид спорта сродни обычному сёрфингу, только с веслом. Да и ходить можно по мелким водоемам. Для Рязани, говорят любители, самое то. А иногда и местные красоты превосходят дальние края. Был как раз рассвет, и мы ходили на фоне аэростатов. То есть аэростаты вокруг нас были, и мы на воде, был туман, и это реально очень клевое зрелище было. Сам сёрф надувной, поэтому его легко переносить. И катаются рязанцы, если не каждый день, то каждую неделю точно, в зависимости от погоды. Вначале надувают, а потом на два часа уплывают любоваться рассветами. Сапсёрфинг – это в первую очередь путешествие, это красивые виды, это медитативное занятие, когда можно погрузиться в окружающую природу и прочувствовать этот момент. И раз сезон сапсёрфинга уже открыт, то рязанцев ждёт ещё не одно видео о путешествии спортсменов по водным просторам. А любой желающий также может и присоединиться к ним, и сам стать частью этого события. Нужен только сёрф и подходящее настроение. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует...